Доброе утро! Еще одним аспектом пророческого дара является назидание. Пророки призваны возвещать Слово Божие. Пророки призваны к тому, чтобы Слово Божие, оно было живым, оно было доступным, понятым, принятым и растворенным нашей верой. Пророки, наша с вами задача позволить Духу Святому действовать через нас в этом аспекте пророческого дара. Потому что когда мы начинаем говорить Слово Божие, оно должно доставлять благодать слушающим, оно должно изменять нас. Оно не просто призвано к тому, чтобы, знаете, ранить, обличать, доставлять какие-то негативные эмоции, хотя это одна из частей. Оно призвано строить. Знаете, я представляю это как некий строительный процесс, когда мы живем с вами, и в нашу жизнь приходит пророк, и он не просто приходит для того, чтобы разбросать камни, он приходит для того, чтобы помочь нам устроить нашу жизнь. И он приходит, и он говорит, вот послушай, вот то, что ты построил, это неправильно. Это разрушится, потому что на это невозможно будет построить там что-то там больше. Или твой фундамент не очень глубокий, давай мы его выкопаем. Пророк никогда ничего не приводит в состояние хаоса. Он приводит в состояние порядка, это его призвание, в этом его суть. И когда пророческое слово звучит в нашу жизнь, оно всегда нас назидает. Если мы с вами встретились с человеком, который претендует на звание пророка, и после общения с ним внутри нас много хаоса. Часто, знаете, встречаясь с пророками, слушая какие-то проповеди, мы уходим, и у нас больше вопросов, нежели ответов, то я думаю, что проповедь просто не удалась. Мы не смогли позволить Духу Святому назидать через нас других людей. И я думаю, что в этом часть, наша часть, быть более понятными, более убедительными. Уйти где-то от псевдо-христианского сленга, или христианского сленга, но вуалирующего значение слов. Наша задача быть понятными. Наша задача, чтобы послание было доставлено. Именно поэтому в пророчестве столько образности, многоразличности, столько театральности даже. Вспомните того же Иеремию, который лежал то на одном боку, то на другом, то кто-то голый ходил, кто женился на блуднице, кто-то спал с пророчицей, кто-то рога себе на голову цеплял, ермо на шею. Пророчество призвано к тому, чтобы донести послание до человека таким образом, чтобы оно было понято. И я на сто процентов уверен, что пророк, он не затуманивает горизонт, а разгоняет тучи. Он не разламывает построенный дом, а показывает на то, как изменить ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok